Дневной разворот Дневной разворот Автомобилистам, мне кажется, в этот момент щелкает Просто в голове Никогда в жизни не паркуйся под деревьями Никогда в жизни не паркуйся под деревьями Интересно еще, да, играет ли роль Было, например, дерево аварийным или нет То есть если Оно упало, скажем В результате какого-то стихийного Происшествия, не знаю, молния в него попало Или еще что-то То, наверное, должен ли кто-то Должен ли кто-то возмещать ущерб Управляющей компании, либо город Либо это вот, ну, судьба такая, извините Каска нет и до свидания, да В общем, об этом будем в 12 часов говорить С нашими экспертами Управляющей компанией к нам тоже подключаться Может быть, государственная жилищная инспекция Пока точно неизвестна Это все после 12 часов И слушатели, я тоже, кстати, ориентирую На то, чтобы быть активными И задавать вопросы экспертам 211-101 По этому номеру телефона вы можете нам дозвониться А в первом части у нас сразу две темы Одна из них тоже отчасти связана С там, жилищным и строительным сектором Мы будем говорить про Позавчерашнюю встречу в Рио Александра Соколова С строителями нашего города Нашего региона Давно эта встреча планировалась Много проблем накопилось И вроде вот по релизу на сайте Областного правительства Все должно быть хорошо Ну, я знаю А ты не веришь, да? Ну, я смотрю просто на заголовок И прямо улыбаюсь Александр Соколов Цитата В строительной сфере должны быть правила Единые для всех А да? Да ладно Да? Как мы раньше этого не поняли? Ну, то есть Не, на самом деле Вроде как Ну, все правда, да? Действительно должны быть Единые правила для всех И, в общем-то, это По закону так должно быть В общем-то, по закону Они уже должны быть едиными Для всех И в 2022 году В принципе, наверное Такой темы Вообще бы не должно подниматься С учетом того, что В Кирове, да? Застраивается там Огромное количество Новых микрорайонов Да вот как раз Даша проблема-то в том Что не застраивается Последнее Последнее время Не застраивается Ну, да Строители именно на это и жалуются Что невозможно Получить участок Да? Невозможно начать работать Возможно, правила работали И вдруг перестали работать А может быть А может быть Просто такой переходный период Который Люди не понимают Ну, вот как себя вести В переходный период Надо, может, просто потерпеть Но, правда Вот это все Мы шутим так зло, да? А на самом деле Проблема серьезная Она ведь не только В строителях И руководителях В строительной отрасли Которые несут убытки И не зарабатывают Не зарабатывают Все говорят Вот, вы жадные Вам так и надо, да? Вот, проблема в людях Которые работают В строительной сфере Это сектор В котором работает Значительное количество людей Вот И эти люди Ну, фактически Они Учитывая, что Простои, например Да, они остаются без работы Они вынуждены уезжать В другие регионы А потом Строительные компании Когда получают Все-таки Возможность Начать работать Она вынуждена Либо этих людей Как-то возвращать Либо искать Людей Здесь Внутри И это часто Люди без опыта Или с недостаточным опытом Их приходится Обучать всему Ну, заново, да Получается И это тоже Там вложение И Ну, такой Непростой достаточно Труд И мы должны понимать Ведь, что Строительная отрасль Это тоже отрасль Которая платит налоги И потом Это такая история Которая Во многом Ну, является Фактором Либо Помогающим Либо наоборот Мешающим Демографическому вопросу То есть Это и молодежь Которая уезжает Несколько раз В этой студии Помнишь, да Были наши эксперты Из строительной сферы Которые говорили Что Стоимость Жилья В Кирове В чем-то сравнялась Там, да Ну, приблизительно Хотя бы С ближайшим Подмосковьем То есть Я видела там Сравнение с химками Например Для тех, кто был в Москве И понимает химки Это через дорогу От Москвы просто, да Более того Она практически Сравнялась С ценами На старый фонд Санкт-Петербурга В пределах Самого Санкт-Петербурга То есть Это внутри Внутри Внутри, да В административной Границе Петербурга И А старый фонд Петербурга Между прочим Чудесный Есть в некоторых районах Это большие зеленые дворы Это та же самая история Как вот у нас На улице Горького Например С домами Хрущевками Когда большие дворы Много зелени Да Ребенок Ребенок Школу окончил И родители решают Пойдет он учиться В Кировский вуз И купить ли ему квартиру Там через какое-то время В Кирове Или он пойдет И поедет учиться В Петербурге Если раньше Фактором сдерживающим Часто там была история С тем, что Он начнет работать И не сможет никогда Себе в Петербурге Купить свое жилье То сейчас получается Что Извините Какая разница Где Где он не сможет Купить себе жилье Да Ну вот Сейчас я знаю Например В чистых прудах Квартира С ремонтом Ну как с ремонтом С обычным Порядка 60 квадратных метров А нет Я обманула Это черновая Ну хорошо Черновая Черновая сделка 60 квадратных метров 5 миллионов Под 5 миллионов Чистые пруды Киров Ну из чистых прудов Можно ножками дойти До центра Это все-таки хорошо При этом Ну до того Как наши Соотечественники Обрушили рынки Недвижимости Нескольких стран В том же Например Мерсине В Турции То есть это город На побережье Нетуристический Деловой Один из деловых центров Да там Турции Широкие проспекты Бульвары Высотки То есть город Город прям Квартира До Событий Всем известных Стоила Примерно так же Как в Кирове То есть Одни и те же Квадратные метры Вот можно было Купить квартиру В Турции На побережье Или в Кирове В чистых прудах Да Сложный выбор Сложный Но не все хотят Жить в Турции Понятно там Может быть Не все могут работать В плане Например Каких-то вложений Вложений Если ты собираешься Инвестировать Человек Да Собирался Инвестировать Деньги В недвижимость И посмотрел На недвижимость В Кирове Посмотрел Начал присматривать В недвижимость В Петербурге А потом посмотрел В Турции И понял Что да То есть когда Киров Сравнивается с Турцией А не Москва Сравнивается с Турцией Это уже не может Не настораживать Что называется Ну в общем Вот тема такая Она многоплановая С тем почему Собственно Строительный рынок Это то На что нужно Обращать внимание Не только тем Кто Либо работает В этой сфере Либо там Собирается покупать Недвижимость Либо собирается Продавать недвижимость То есть это вот В том числе про то Почему молодежь Из Кировской области Уезжает Потому что нет Фактора доступного Жилья например Да Ну я не знаю На самом деле Вот я не помню Помнишь Вуз по-моему Проводили исследование Да почему люди Уезжают из Кирова Я не помню Фигурировало ли там Вятский госуниверситет Да фигурировало ли там Вообще жилье Я тоже не помню Это было давно Я помню Что там вот история С тем что Должна быть какая-то Поддержка для молодых Семей Она была по-моему Да Я помню Что большую роль Играло благоустройство И оно очень удивило И тех Кто исследовал Видимо Да потому что А почему это удивило Это не должно удивлять В наше время Потому что я так понимаю Все равно Всегда считалось Приоритетным Что молодежь останется Если у нее А будет работа Б за эту работу Будут много платить Так это зарплата А оказалось Что вот это Приоритеты Которые применимы Наверное Ну вот еще К нашему поколению Да там К поколению наших родителей Ну хорошо 40 плюс Да 40 плюс Мне еще не 40 Ну ладно Хорошо 35 плюс А те кто помладше То есть у них уже В силу вступают Другие какие-то вещи И их не столько Заботит Квартира Там не знаю Наличие квартиры И хорошие стабильные зарплаты Наличие квартиры И хорошие стабильные зарплаты В городе В котором ты дальше Работа и дома Никуда не сможешь выйти Никак себя проявить Ничего сделать То есть Вот эти факторы Они сразу Угасают Но с другой стороны Смотри И тут вот вопрос Другой Да Это та Вторая сторона В конфликте Если можно так его назвать Между властью и застройщиками Да Это история С созданием инфраструктуры Собственно Что стало камнем преткновения Насколько я понимаю Сейчас вот Дмитрий Сергеев К нам присоединится Член правления Союза строителей Думаю что пояснит Правду Правда ли я сейчас скажу Значит Со стороны власти Было требование К застройщикам Создавать Помимо непосредственно Коробок там Да и жилья Какую-то социальную Инфраструктуру Это садики Это школы Это я так понимаю Поликлиники Еще что-то Со стороны Момент сразу Да Перебью тебя Требование Оно включает в себя Что? Что компания Обязана выйти На аукцион И выиграть его И строить Но как бы За бюджетные деньги Или вложить Свои средства В том числе Вложить свои средства Насколько я понимаю Ведь мы же понимаем Что это не Это все в стоимость Квадратного метра То есть просто Государство сказало Мы не будем строить школы Просто вы будете За эти школы платить Пусть кировчане И промежуточным звеном Сделали строителей То есть якобы Это все обеспечивают строители Но мы же понимаем Что нет Что за это заплатит Конечный потребитель За это заплатит То есть то что Покупает квадратные метры То что должно Обеспечить государство Вдруг внезапно Заиграло новыми красками В духе Так строитель Давай-ка ты Построй А вы ребята Заплатите Ну просто последние Не произносятся вслух Ну в общем Вот такая Многоплановая История Не знаю Не знаю Но очень надеюсь На то что все-таки Власти и строители Друг друга поняли Что они нашли Общий язык И ситуация начнет Меняться Еще раз там История с Подорожанием Недвижимости В Кировской области Это в том числе Вот эта история С невозможностью Получить участок Под застройку Чем меньше проектов Тем соответственно Больше спрос И тем выше цена На квадратный метр Это такой закон Экономики Да Спрос регулирует Стоимость Ну я не знаю Мне кажется Что Рост Цен на жилье Он начался Как будто бы В Кирове Конкретно Как будто бы Чуть-чуть раньше Чем А там же несколько факторов Ну по крайней мере Почему эта проблема Появилась в информационном поле Несколько факторов Ну то есть Это помимо Собственно Вот этой вот Истории С тем что Ну как сказать Не знаю Там бюрократические Какие-то вещи Да Вмешиваются В этот процесс Это же история С подорожанием Строительных материалов Это история С подорожанием Там еще чего-то Это ковид Конечно Там да Который тоже Сильно ударил Мне кажется По многим Вот В общем Непростая В общем В общем Последние Последние два года Конечно Было сложно Всем А сейчас Мне кажется Тоже сложно Потому что Как раз сейчас Вот Определяется Мне кажется Там да Люди Молодые люди Остаются в Кирове Потому что Ну в очередной раз Мы понимаем Что может быть В экономике Проблемы и сложности И если ты там Условно работаешь И живешь в большом городе То ты работу Всегда найдешь А если ты живешь И работаешь В небольшом городе То может быть у тебя будут проблемы Если ты молодой специалист Без опыта работы Вот И это тоже там Еще одна история Которой Которой когда-нибудь Надо будет обратиться После того Как вузы Закончат Приемную кампанию Надо просто посмотреть В какие сферы Сейчас идут Молодые кировчане Что они выбирают И насколько это соответствует Потребностям Рынка труда в Кирове И насколько большие зарплаты Люди могут получить Потом После того Как вуз Окончит Через пять лет Например На самом деле Да Вот эти все вещи О том Кого выпускают Вузы И Какие специальности Востребованы На рынке Это тоже все Настолько Легко решаемо Что непонятно Зачем для этого Опять городит Какие-то там Очередные программы И тому подобное Да То есть Мы просто Встретились Строители Встретились Представители вузов Строители Если мы говорим Конкретно Строительные отрасли Да Строители говорят Какие специалисты Им требуются А вузы говорят Да Мы Выпускаем А вузы же не могут Я так понимаю Сами Принимать решение Такое О том Чтобы Изменить количество Мест на той или иной Специальности Будут так делать То Место Все Как-то Сдвинется Мне кажется Если мы говорим Про строительную отрасли То тут Не все же Наверное Регионы Испытывают Дефицит Строительной силы Ну конечно Те регионы В которые Приезжают люди Из других регионов Наверное Не испытывают Вот Их вузы Тоже В общем-то Могут на это Не ориентироваться Не знаю Это в общем Такая многогранная Проблема Спрошу У нашего Продюсера Звукорежиссера Что у нас С Дмитрием Валериевичем Сергеевым Понятно Вот Но опять же Да Вот Александр Скалов Говорит Что нужно Продумать механизмы Каким образом Создавать условия Чтобы люди Ехали к нам Работать Мне кажется Тоже Тут мы Немного Не с того Конца Начинаем То есть Ты Сразу Думаешь О том Что нужно Создавать Какие-то условия Чтобы люди Ехали сюда Работать Урегулируйте Законодательно В отрасли Все Чтобы все Работало По закону Отрасль Будет работать Отрасль Будет развиваться В отрасли Будут работать люди Для этого Не нужно Дополнительно Придумывать Какие-то там Условия Которые Нужно создавать Соблюдайте законы Прекратите Делить рынки Может быть Это имеется ввиду Создать условия Создать условия Давайте соблюдать Господа Давайте наконец Начнем соблюдать законы Создадим условия Если это называется Созданием условий Я не знаю Кстати Можно ли Конкретно К этой ситуации Говорить Что кто-то Не соблюдает законы Потому что Тут вроде И что С другой стороны Вроде И та и другая сторона Они правы Да Ну потому что Одна сторона Говорит Мы за людей боремся Ну я имею ввиду Власти Да Которые должны Получить свои садики Школы Поликлиники Выделите денег И построят Замечательно Школы Садики Вот А строители Говорят Извините Мы не можем Переигрывать Все И там Начинать Условно Задирать Саду квадратного метра Настолько Насколько Там Должны И вынуждены В связи С дополнительными Расходами Потому что люди Просто не смогут Этого купить Ну вот Сейчас Мне кажется Примерно Такая ситуация И складывается То есть Люди Кто планировал Какую-то покупку Жилья Они заходят на рынок Они видят цены И если И говорят Пойду-ка я посмотрю Жилье в Мерсине Турции На побережье Нет Они просто Беру Ставят это на паузу То есть Если жизненные обстоятельства Позволяют это сделать Они просто Ставят сделку на паузу Дожду-ка я Дмитрий Сергеев К нам присоединяется Член правления Союза строителей Кировской области Генеральный директор Строительной фирмы Маяковской Участник встречи С вреогубернатором Александром Соколовым На фотографиях Я видела Дмитрия Валерьевича Дмитрий Валерьевич Здравствуйте Добрый день Добрый день Слушайте Ну вот Эта встреча Которая прошла Позавчера Она Оптимизма Вам добавила Мы последнее время С вами Когда говорим О ситуации В строительной сфере Вы как-то так грустно Вообще Реагировали на вопросы Вот сейчас То есть по итогам Этой встречи Можно сказать Что проблемы Там и противоречия Между властью И застройщиками Они разрешились Нет Так конечно Сказать нельзя То есть Сам факт Того что встреча Состоялась Это конечно Положительный факт Потому что Мы сами Очень долго Этой встречи Просили еще С предыдущим Губернатором К сожалению Она не состоялась И вот Нам это Нужна была площадка Для того чтобы Донести эти проблемы То введение ситуации Которое у нас И те предложения Как из этой ситуации Выходить То есть вот В этом Ну наверное Ставим в жирный плюс То что В части С нами соглашаются Исполняющие обязанности Губернатора Например В части Того что Не может быть Одинакова подхода При комплексном Развитии Территории Если это земельный участок Принадлежит Направе собственности Уже застройщику Или если это Земельный участок Предоставляется администрацией То есть одинакового подхода Быть не может Это тоже жирный плюс То о чем мы говорили То что Правила игры Должны устанавливаться Там на стартовом этапе Что называется Да А не задним числом Правила игры Должны быть Это следующий момент То есть правила игры Должны быть установлены Один раз И дальше Чиновники в них Уже вмешиваться не могут То есть Губернатор говорил о том Что если Весь необходимый пакет документов Застройщикам подготовил То он получает Разрешение на строительство И чиновник здесь Администрация уже Никаким образом Повлиять на это не может То есть Чиновник решение не принимает Он лишь смотрит Пакет документов Вот это большой плюс То есть Вот это моя точка зрения Жирный-жирный плюс Потому что Все время мы Кажется на то Что приходите Будем договариваться То есть Вот этого Приходите будем договариваться Не будет То есть Вот это Положительные моменты Которые Я и встречен в мире А договариваться о чем? А вот это Я не знаю Я ни разу не ходил договариваться Поэтому Я без разрешения На стрелецу сижу А Вопрос у меня Сразу стоял О чем мы будем договариваться Если За закрытыми дверьями Срещается Представитель Администрации И представитель бизнеса То это вопросы возникают, а не коррупция ли это. Там уже на дверях, мне кажется, должна табличка висеть, здесь коррупция. Ну, вот, ну... Сознака вопрос. На этом тоже, как бы, было здесь приношение внимания. Дмитрий Валерьевич, давайте напомним, просто вот основные проблемы, с которыми строительный отрасль в Кирове сталкивается, мы тут с Дарьей уже немножко перечисляли, да, по поводу того, что, ну, в связи там со всем, что случилось за последние, там, пару лет, да, ковид и, там, подорожание, резкое всего и вся, да, и все остальное, очень здорово взлетел в цене квадратный метр в Кировской области, и люди реально сейчас, молодые люди или инвесторы, там, я не знаю, которые принимают решение о покупке недвижимости, они сейчас делают выбор в пользу какого-то другого региона, а может, даже и другой страны. Ну, вот, знаете, по росту цен Кировская область там не впереди всей России, да, то есть мы чуть больше, выше серединки идем, то есть рост произошел по всем регионам, и это объективная ситуация в экономике нашей страны. Так. То есть рост на строительные материалы первая очередная проблема, дальше это изменение правил игры, это скровые счета, то есть все это привело к тому, что себестоимость строительства, она возросла. Так. А почему же, а почему же тогда все время говорят, что в Кирове жилье стоит, как в Подмосковье, и, извините, вообще, вообще это ненормальная ситуация, потому что у нас, в отличие от всех... Я так не говорю, поэтому я прокомментировать не возьмусь, а если взять так статистику по Приворскому федеральному округу, то точно мы не впереди городов-миллионников, да, то есть, ну, мы, скажем так, на своем месте, на котором были, наверное, в тех же позициях и остаемся. А соотношение зарплат в Кирове, в Кировской области со стоимостью квадратного метра, вот это оно как коррелируется, то есть, насколько доступна, скажем так, недвижимость сейчас? Нет, жилье стало недоступно, но и у нас цены на строительные материалы, они одинаковые для всех регионов, если бы они как-то коррелировались с прожиточным минимумом региона, либо там со средней зарплатой региона, но, к сожалению, они одинаковые будут и для города-миллионника, а для Кирова они, может быть, будут больше, потому что у нас, например, транспортная доступность, накладывать свою, как бы, скажем, дополнительную влепту, и у нас материалы стоят дорожными, чем в Москве. Потому что еще везти надо. Да. Ну, вот смотрите, да, ну, то есть, понятно, что одно дело, за какую цену там квартиры выставляются, другое дело, покупаются ли, да, они по такой цене. Вот из того, что я видела за последние дни, вот Таня уже говорила, да, вот квартира в чистых прудах, черновая отделка, 60 квадратных метров, 5 миллионов. Ну, на самом деле, там в центре города еще больше цены даже можно найти. Я почему привожу в пример именно чистые пруды, потому что это, ну, далеко не центр города, несмотря на то, что там микрорайон, да, возможно, с разной инфраструктурой, но тем не менее. И вот насколько это вообще адекватная цена, адекватная в плане, да, вот как Аня говорит, там, зарплата, рынка вообще в целом, и насколько возможно, что эти цены как-то отыграются хоть немного назад. Вот сейчас эта ситуация начнет меняться там с разрешения именно строительства, с большим количеством предложений. Ну, смотрите, конечно, на рынке, чем больше предложений, тем меньше цена. Чем меньше предложений, тем, конечно, цена выше. Это один момент. Но второй момент, никто из застройщиков продавать себе в убыток не будет, да, то есть продавать ниже себестоимости нет. Поэтому будет, если не будут покупаться за такие деньги, значит, будет снижаться предложение. В смысле? То есть просто меньше будет, меньше будет на рынке выставляться объекты. Ну, меньше будут строить. Да, меньше будут просто строить. То есть застройщики, скажем так, будут затовариваться, да, то есть у них будут не проданы квартиры, и в новые объекты они начинать не будут. Ну, смотрите, да, получается, что если застройщик не будет продавать себе в убыток, а рынок, ну, вот, по крайней мере, сейчас он там никогда не реагирует, и те цены, которые установились там в марте и в апреле, они назад не отыгрываются. Хотя, вроде бы, у нас и на самом высоком уровне говорят, что ситуация оказалась в стране не настолько плачевной, да, как ожидалось. По идее, эти, ну, цены должны были бы как-то откликнуться на эту информацию. А как они откликнутся? А как они откликнутся? А как они должны откликнуться? Вы видели, чтобы, например, в магазинах цены на что-то снижались? На сезонные продукты на какие-то снижались. Нет, ну, мы видели, например, ситуацию с техникой, да, вот этот ажиотажный вскачок цены когда был, но потом он вернулся. Понятно, потому что там закупочная цена. Тут-то вопрос как раз, вот тут я, наверное, с Дмитрием Валерьевичем соглашусь, вопрос-то в том, что та квартира, которая выставлена за 5 миллионов, она строилась-то ведь не с февраля, условно говоря, там, да, она, скорее всего, построена была и себестоимость там какая-то определенная в нее была заложена значительно раньше, и потрачено было на нее денег тоже значительно раньше. Я вопрос-то, собственно, к чему вела, далеко ушла в сторону. Если люди не будут покупать квартиры вот за эту цену, а застройщик не хочет продавать себе ничего в убыток, то у нас что получится? Куча непроданного жилья, который одни не могут купить, а другие не хотят продать? Я думаю, да. Ну, это же рынок. То есть на уступки застройщики не пойдут? Нет, ну, продавать себе в убыток, вы предлагаете, ну, если продали сегодня в убыток, значит, завтра вы закроетесь, правильно? Угу. То есть, что вы закроетесь завтра с убытком, либо вы закроетесь сегодня без убытка, ну, вот такая дилемма. Дмитрий Валерьевич, а если начнется, например, более, ну, скажем так, массовое строительство и, ну, как-то вот это будет с ценой скоррелировано, это как-то повлияет, например, на те объекты, которые уже построены, на их стоимость? Вот смотрите, ну, это же эффект большого объема. Чем мы больше строим, тем у нас дешевле себестоимость. Угу. Да, то есть вот если будем много строить, значит, у нас себестоимость будет меньше, значит, у нас будет возможность продавать дешевле. Понятно. То есть, чем больше квартир, условно говоря, тем дешевле каждая квартира получается. Чем дешевле стоимость метра квадратного для застройщика. Угу. Но для этого, чтобы что-то построить, нужно что-то продать, а люди купить не могут. Для того, чтобы что-то построить, нужно получить разрешение на строительство, которое у нас тут выдаются уже, наверное, примерно года два. А до сих пор не выдаются? Вроде бы кто-то же вроде бы возобновил. Нет, ну, по решению суда, там, где были судебные решения выдать, администрация исполнила такие судебные решения, а часть судебных решений, где было повторно рассмотреть, администрация повторно отказала. А на встрече как-то... Это даже по судебным решениям. Остальной информации у меня пока нет. А на встрече как-то обсуждали вообще этот вопрос, что такие вопросы приходится через суды решать, казалось бы, вот рабочие моменты? А вот я говорил только про плюсы нашей встречи, к сожалению, есть и минусы. Давайте. То есть вот не обсудился, наверное, вопрос, а как мы вот в сегодняшней мертвой точке сдвинемся, да, то есть этот вопрос как раз преодоления тех сложностей, тех вопросов, которые решаются на сегодняшний день в суде. То есть никакой какой-то рабочей группы, там, контакта, как это можно было бы решить в рамках правового поля, к сожалению, ну, таких предпосылок создано не было. Это один момент. Второй момент. Те, кому были вот эти положительные моменты направлены, в принципе, команда осталась вся та же самая, да. То есть у меня, например, большие опасения, что у них мировоззрение изменится и что-то новое будет в нашей жизни. Поэтому, помимо плюсов, я еще и, ну, минусы увидел, почему я не говорю про оптимизм после нашей встречи. Понятно. То есть есть опасения определенные. Да. Так, я даже не знаю. У нас до рекламы есть еще три минуты, поэтому мы можем еще с Дмитрием Балерьевичем поговорить. И вот вы говорите про то, что остались те же самые люди. То есть можно ожидать, если люди сменятся, то ситуация начнет меняться. Ну, те же самые люди, я так понимаю, что вы про Дмитрия Осипова говорите, про главу администрации. Ну, не только. У нас ведь не только... Не один же человек причастен к встречному комплексу страны администрации. То есть это, ну, команда определенных людей, которые выстроили ту политику, которая на сегодняшний момент проводится. То есть что люди, скажем, они же искренне уверены, что они делают все правильно. Ну, конечно, они же за гражданами. И взять и, скажем, поменяться внутри они точно не смогут. То есть они все равно будут придерживаться тех же принципов, которыми университет раньше. Угу. Саней тоже мы до того, как подключить вас, разговаривали о социальной инфраструктуре, да, школы, больницы, детские сады, о том, что это все там должно быть обеспечено силами застройщика. И, насколько я правильно поняла, и средствами застройщика. И средствами застройщика, в основном, да. И средствами не застройщика, а средствами дольщика. Дольщика. Застройщика без печального станка. Про это мы и говорили, что вы фактически получается как, ну, такой посредник, что ли, да. Потому что люди, люди оплачивают эту инфраструктуру. Ну, вот смотрите, к разговариванию о суперприбыли застройщика, да, то есть мы же говорим по отрасли в целом. То есть вот на встрече с губернатором мы провели такую работу. Из открытых источников у нас есть цифра ввода жилья. Это 250 тысяч, это прошлый год. Также отчетность застройщиков, она тоже есть в открытом доступе. Вот все застройщики Киевской области за прошлый год заработали один миллиард рублей. Это не совсем корректно, потому что они же выполняли еще и другую деятельность. Но вот один миллиард разделить на 250 тысяч, получается усредненно такая прибыль с квадратного метра 4 тысячи рублей. Это уже факт, финансовый результат строительного комплекса прошлого года. Как на ваш взгляд вот эта вот сфера, ну, в части социальной инфраструктуры должна регулироваться? Вы понимаете, есть разные объекты, да? То есть в одном ты больше зарабатываешь, в другом ты меньше зарабатываешь. Потому что, ну, я сказал, 4 тысячи, это такая усредненная, есть и цифры там где-то 9 тысяч рублей. То есть какую-то лепту застройщики готовы на себя взять были. То есть вот та формула, которая была принята городской думой, она предусматривала нагрузку на метр квадратный порядка 1600-1700 рублей. Поэтому застройщики, да, как бы так, молчаливо согласились с ней. Помимо этого, у нас же есть еще и различные федеральные программы, их 4-5 программ федеральных, за которые можно привлекать деньги в регион для строительства социальной инфраструктуры. То есть у нас же, как говорят, нет денег, но мы ничего не делаем для того, чтобы вот в рамках реализации комплексного развития территории попасть в эти федеральные программы. То есть у нас денег нет, но мы ничего не делаем. То есть такая позиция очень, ну, простая, не требующая никаких объяснений. Нет и нет. Вообще-то это не вопрос застройщиков, в этом должен участвовать именно, как бы, город. А это вопрос совместный. То есть застройщики здесь должны, скажем, выступить инициаторами, но поддержать и направить документы застройщик не может. Это все оно должно сделать органы власти. А в этом у нас понимание, что органы власти в этом должны участвовать. Со стороны органов власти понимания нет. То есть их позиция такая, мы не обеспечены социальной инфраструктурой. Вот это наша обязанность, но мы свою обязанность выполнить не можем. Поэтому вы за нас выполните нашу обязанность, тогда мы все для вас как бы дадим. Ну что ж, будем надеяться на то, что может быть после встречи с РИО и, не знаю, после выборов, может быть, с сентябрьских что-то изменится в этой ситуации. Дмитрию Сергееву спасибо большое. Я не думаю, что одна встреча так кардинально повлияет на ситуацию. Я думаю, что должны наши встречи продолжаться, если органов власти есть желание найти выход из данной ситуации. Оптимистичную такую ноту. Хорошо. Хорошо, да. Поддерживаю, кстати. Мы убегаем сейчас на рекламу. Дмитрию Сергееву спасибо. Вернемся, продолжим тему. Дарья Топузлиева, Анна Лапшина в студии. Продолжаем программу «Дневной разворот». В первой части программы говорили о встрече в РИО губернатора Александра Соколова с представителями строительной сферы. Я сказала, перед перерывом продолжим тему, и действительно мы ее продолжим, потому что сейчас мы будем говорить о претензиях депутатов городской думы, которые, кстати говоря, вот тут последнее свое заседание провели в этом созыве. Напомню, что в сентябре у нас выборы, а претензии их к главе администрации Дмитрию Осипову, которому как раз в том числе и строители высказывали много недовольства. Выговор Дмитрию Осипову объявили за нарушение в строительной сфере, причем выговор ему вынесла Елена Ковалева, глава города. И это вообще, ты знаешь, удивительно, то есть не просто там депутаты каким-то образом его пожурили, депутаты от оппозиции, а, собственно, ну как бы уже фактически Единая Россия ему выговор объявила. Я не знаю, насколько это знаковая история, что позиции ругает главу администрации, там на протяжении многих лет разные оппозиции разных глав администрации, которые у нас меняются достаточно часто. К этому мы привыкли. Ну, Дмитрий Осипов, я так понимаю, уже у нас в должности-то два года работает. Ну да, ну да. Да, то есть срок немалый. Есть с одной стороны, ну, можно сделать срез какой-то, да, работы, по крайней мере. То есть если у тебя какая-то там чехарда из руководителей, ты не совсем понимаешь, не совсем всегда можешь понять, там, кто из них наследил, грубо говоря, вот, то здесь, в принципе, за два года работы какие-то итоги там уже можно подвести. И просто интересно, вот этот выговор, это результат, вот, скажем, двух лет работы или какого-то конкретного, например, промаха, да, со стороны. Ну, не знаю, мне кажется, что вот, смотри, ведь выговор-то как раз за нарушение в строительной сфере по строительным блокам, да, по шести блокам вопросов. Недоработки нашли депутаты, была рабочая группа создана, да, в городской думе. Это и организация работы по комплексному развитию, освоение территории в городе, это и организация работы по рассмотрению актов прокурорского реагирования по вопросам строительной сферы, ну, в общем, там, как бы проверка деятельности администрации по выдаче разрешения на строительство многоквартирных домов, вот этот болезненный вопрос, да, о котором мы сейчас говорили, по реализации отдельных муниципальных программ, там, организации контроля при осуществлении строительных и земельных работ, ну, в общем, много всего. Хорошо, хоть БКД нет. Да, да, но БКД это другое, это же не строительная сфера, это национальные проекты. Ну, нет, я в смысле к тому, что после того, как они проштрафились БКД, жизнь совсем складываться перестает. Да, да, хорошо, что заканчивается условным сроком. Извините, грустная шутка, да. Плохо, на самом деле, вообще, что так все повернулось, ну, как многие говорят. И тем не менее, ну, вот сейчас ощущение такое, что, не знаю, то ли депутаты пользуются случаем, чтобы напомнить о себе лишний раз перед выборами в городскую думу, то ли действительно накопился вал претензий к Дмитрию Осипову. Вообще, человек, да, да, говорим мы звукорежиссер, что мы хотим услышать нашего спикера, очередного эксперта. Вот, накопился вал проблем, ну, вот я не знаю, тут и так-то вроде как заканчивается срок работы городской думы, не очень понятно там, да, положение главы администрации при этом. И вопрос ты еще знаешь... Тут его еще и давят со всех сторон, выговоры аж от единой России. Просто вот то количество нарушений, да, которые было, которые ты перечислила, сразу возникает вопрос, ну, то есть это было все сделано не одномоментно, ведь правильно? Ну, естественно, конечно, да. Типа, почему раньше не замечали? Так депутаты родненькие, где раньше-то вы были? Я не знаю. Не, ну, смотри. Каждый месяц вы все это... Слышали. Слышали. Активно, активно... Вы общаетесь... Активно про проблему в строительной отрасли и взаимоотношения строителей и власти городской стали говорить, наверное, последний, ну, может быть, год-полтора. Ну, так ведь это много, а? Много, много, много. Много, это ни неделя, ни две, ни три назад. Да, ну, вот инициировали проверку, насколько я помню, в апреле, где-то в конце апреля. Николай Голиков к нам присоединяется, журналист. Николай, добрый день. Добрый день, Аня. Добрый день всем, кто в студии, всем, кто нас слышит. Да, в студии у нас Даша Топузлеева, а слушатели с нами на проводе. Николай, хотела вас спросить, и вообще, там, вот эта история с Дмитрием Осиповым и выговорами, и претензиями, и там, вот опять какой-то атакой, начавшейся на него со стороны оппозиции, это что такое? Это зарабатывание очков политических перед выборами? Это вообще что-то значит? Я думаю, здесь все вместе, безусловно, здесь есть и момент зарабатывания политических очков, все-таки пора выборная. Вот, здесь есть, как сказать, желание не допустить его второго, скажем так, срока. Так. Потому что, вот смотрите, вот сейчас закончится, когда полномочия Думы, ну, с первым заседанием новой Думы, да, то автоматически исчет контракт Дмитрия Валерьевича Учипова. Ага, так. Да? И по большому счету, да, ничто не мешает ему снова победить в конкурсе и быть утвержденным депутатами, да, но ежели он, например, сейчас бы получил. Но мы еще не знаем, какими депутатами. Неважно, ну, суть-то в том, что у него был бы шанс, точнее, будет у него шанс, задлить свое пребывание на посту главы администрации. Так. Да, соответственно, ежели у него бы были вот взыскания, да, взыскания, то это был бы большой минус при его вот как бы участии в конкурсе и назначениях, да, если бы он был, скажем, уволен по двум вот этим вот выговором, условно говоря, да, то есть такие основания для того, чтобы, ну, человек к муниципальной службе как бы не вводен. Не продлить с ним больше контракт. Да? Нет, да, это были бы основания для того, чтобы он больше в этом конкурсе не участвовал. Угу. Вот. Соответственно, от этого, в общем-то, и интерес вот у оппозиционной части депутатов, это как бы наверняка поставить Осипова вне игры, оставить вне игры. А у не оппозиционной? А у не оппозиционной, я напомню, первый-то выговор ведь вообще от главы города получил Дмитрий Валерьевич. Нет, ну, выговор-то ему, кто может объявить глава города, как заниматель, то есть он же работает по контракту с Думой. Угу. А, ну, то есть это не связано с личным отношением членов Единой России к Дмитрию Осипову, да? То есть просто выбор не был. И взыскание, то было такое решение. Соответственно, Ковалева это взыскание вынесла. Это независимо от ее, так сказать, партийной принадлежности. Все понятно. Она просто не полное решение Думы. Понятно. Вот. Ну, а... Вот такая вот история. А то недовольство, которое высказывают в том числе и представители Единой России? Ну, вот смотрите, ведь у нас Единая Россия штука очень неоднородная, да? То есть в ней множество таких как бы, ну... Подгруппочек. Различных сил подгрупп там действуют, да? Условно говоря, те, например, представители строительных фирм, которые работают в Думе, да? Представители строительных фирм, которые... Ну, или люди, которые представляют интересы строительных фирм, они, естественно, Осиповым недовольны. По понятной причине. И тут, опять же, партийность ни при чем, потому что они просто вот, они представляют строительные фирмы, а деятельность Осипа ущемляет интересы этих строительных фирм. Так. Так. Поэтому они недовольны. То есть это уже в сфере бизнеса, не политики лежат эти все. Так у нас почти все там на бизнесе, по большому-то счету. Почти все, почти все связано с бизнесом. Вот. Поэтому такая история, вот поэтому такой расклад получается, и поэтому как бы Дума даже вот на один-то выговор еще и наскребла. Понятно. Несмотря на то, что как бы большинства у оппозиции нет. Просто знаете, коллеги, вот во всей этой ситуации достаточно забавно вспоминать, как Дмитрия Осипова утверждали на эту должность. Да, не мытьем так катанием. Ну да, если вспомнить, да, что с третьего захода не мытьем так катанием, там, жестким давлением, да. Ну вот сейчас вот как долго заталкивали, так же сейчас долго будут обратно выталкивать. Николай, а почему оппозиция, ну то есть вы говорите, что оппозиция заинтересована в том, чтобы не допустить Дмитрия Осипова на второй срок, а почему она в этом заинтересована? Ну придет кто-то другой, не Дмитрий Осипов, вообще незнакомый. Или они надеются все-таки, что можно попробовать провести своего какого-то, например... Дело в том, что, во-первых, никто еще не знает, на самом деле, какой будет состав у новой игры, да. Конечно, конечно. И кто, собственно, в составе, там, не знаю, там, прямое большинство или коллекционное какое-то большинство, у кого оно будет. Вот. Кто именно из игроков получит это большинство, неизвестно. Соответственно, будет, не забывайте еще о том, что активно проявит себя при назначении главы города и новый губернатор, который к тому времени будет избран. Потому что, как бы, ну, вы сами понимаете, что город Киров – это важнейшая часть Кировской области. Ну, естественно. Самый крупный. Не безразличный, кто именно будет работать во главе города. Конечно. Поэтому, вероятнее всего, там, в свое участие, я почти на сто процентов уверен, что новый глава администрации города будет креатурой именно Соколова. Николай, а я правильно понимаю, что вы не сомневаетесь в том, что Дмитрий Осипов уйдет после сентября из администрации? Я в этом, ну, как я могу в этом, не сомневаться, не сомневаться. Я надеюсь, что, я надеюсь, я надеюсь, что Дмитрий Осипов уйдет из администрации, потому что мне он не симпатичен как глава администрации. Понятно. И я надеюсь, что господин Соколов предложит свою кандидатуру, и эта кандидатура будет именно Соколовская, будет поддержана депутатами, чтобы избежать конфликтов между областью и городом. А это очень важно и для города, и для области. А я вот очень хотела бы надеяться, что эта кандидатура будет, как бы, удачной для горожан. Вот. Так в этом же и есть удача для горожан, если все будет ровно и хорошо. Потому что не будет конфликтов. И о городе область забывать не будет. Так. Вот. Основные деньги все-таки в области. Просто хотелось бы, чтобы эти все взаимопонимания достигались не за счет восьвази, да, какого-то, а профессионализма какого-то, да, и работы ухердной. Я полагаю, что губернатор заинтересован в первую очередь в том, чтобы работал профессионал. Понятно. Ладно, спасибо. Я надеюсь, по крайней мере, опять же. Спасибо, Николай Голиков. Я надеюсь, что я не знаю. Да, убегаем просто. Всего доброго вам. Спасибо, Николай. До свидания. Журналист Николай Голиков с нами был на связи. Ну, вот честно, я не знаю. Конечно. Забавная такая тема отчасти. Для нас, наверное. Для Дмитрия Осипова, не знаю. Ругают его все. А человек-то вроде как где работает все-таки. Ну, конечно, что ему делать? Работает и что-то делает. Мы же видим это все. Все, ладно. Первый час разворота завершаем. А во втором часе будем опять про городское хозяйство говорить. Извините, про падающие деревья будем говорить на машине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова